Доброе утро! Мы всегда узнаем много нового и очень интересного о том, где и как встречают замечательный праздник Новый Год. Но сначала мы вспомним, где побывали в прошлый раз. Смотрим все вместе мультик о том, как Дедушка Мороз оказался на Крайнем Севере и что с ним там произошло. На самом Крайнем Севере, в стране вечного холода и северного сияния, весело жил один вредный и упрямый Чуча. Вернее, не очень весело жил. Вот его самоходные сани поломались, заупрямились, загрустил Чуча. Но тут Чуча колокольчик в тундре звенит. Это Дедушка Мороз в упряжке к празднику спешит в дома к чукотским ребятишкам. Съедрил Чуча, схватил Деда и давай оленю требовать. Подумал Дедушка и из мешка ослика достал. Смотри, говорит, Чуча, у меня олень уже старый, с большими рогами. Эти молодого, сильного даю, без рогов совсем. Отпустил Чуча Дедушку к детишкам, а сам давай ослика погонять. А тот ни в какую. Так Новый год в тундре и встретили. Вот такая поучительная история получилась. Правда, ребята? А сейчас мы снова отправимся в кругосветное новогоднее путешествие. Увидим и узнаем много очень интересного. Например, Новый год в Японии, замечательной стране, расположенной на островах. В Японии очень любят Новый год. И японские ребятишки встречают его всегда в новой одежде. Считается, что это приносит удачу и здоровье. Как и все дети в мире, японцы с нетерпением ждут своего Деда Мороза, который носит имя Сига Цуцана. Они украшают свои дома веточками бамбука и сосны, символами долголетия и верности. А еще в первое мгновение наступившего Нового года надо обязательно засмеяться. Это должно принести удачу. Хочу заметить, что лично я эту традицию считаю одной из самых полезных и замечательных. Ведь смех это так здорово, а врачи говорят, что даже полезно. Тетушка Сова очень надеется, что вы, ребятишки, регулярно смеетесь на наших уроках. Вот и хорошо. Продолжим наш рассказ о Японии. После новогодней ночи все японцы выходят на улицу встречать восход солнца. С первыми его лучами они поздравляют друг друга и дарят подарки. А мы утром находим подарки под елкой. Правильно, ребята? Замечательно. Сейчас мы посмотрим мультфильм о том, как Дедушка Мороз пришел в Японию. Шуточный, конечно. Вот что там произошло. Как-то под Новый год в Японии на одном самом современном заводе по производству роботов задумали соуродить кибер-дедушку Мороза. И вот чудо японской техники уже готово. И пора отправляться поздравлять ребятишек с Новым годом. А тут как раз в одном доме мальчик очень ждал новогоднего чуда. Бах-трах-бах! В глубоку дыма перед мальчиком вырос огромный робот. И давай кланяться и мелодии наигрывать. Но тут вдруг это чудо техники хлоп! И сломалось, превратилось в металлолом. Это хорошо, что наш добрый Дедушка Мороз вовремя поспел в Японию. А то этот робот всех детей бы там перепугал. Забавная новогодняя японская шутка. На самом деле в Японии этот праздник любят все детки. Им очень нравится получать подарки и роботов, и собачек. С нетерпением жду всех вас на следующем маршруте веселого новогоднего путешествия. До свидания, ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok